Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Федотов Андрей. Я являюсь руководителем команды VSP Run, которая занимается динамическим символенным выполнением. И сегодня я в рамках нашей виртуальной лекции расскажу о том, как работает символьное выполнение и как при помощи него искать ошибки в программах. Динамическое символьное выполнение — это важный этап при проведении сертификационных испытаний на высокий уровень доверия. Оно нам позволяет получить входные данные для программы, которые проводят выполнение этой программы по различным путям выполнения. Входные данные для программы у нас рассматриваются как символьные переменные, то есть свободные переменные. И затем при выполнении каждой машинной инструкции строятся математические формулы, описывающие семантику этой инструкции. И на специальных инструкциях типа инструкции «ветвление» эти формулы добавляются в виде набора ограничений, которые называются «предикатом пути». Рассмотрим, как работает символьное выполнение на простом примере. Пусть х — это у нас входные данные, то есть это наша будет символьная переменная. Первое условие, которое встречается на пути выполнения — это х больше 54. Мы видим, что оно прошло по ветке true, поэтому мы его добавляем в таком виде. Затем встречаем условие, что х плюс а больше или равно 77, но а у нас конкретная переменная, которая не зависит от входных данных, поэтому добавляем в формулу конкретное значение, то есть 19. И мы видим, что выполнение пошло по ветке false, значит условие мы должны инвертировать, то есть оно у нас становится меньше. Затем мы добавляем третье условие, и в результате у нас получается набор уравнений, которые описывают прохождение программы по заданному пути. Если решить этот набор уравнений, то мы получим входные данные, которые проводят программу по этому самому пути. В данном случае это и х равен 55. Существует два способа проведения символьной интерпретации. Первый способ основан на динамической бинарной инструментации, то есть в рамках динамической инструментации мы встраиваем код, который проводит символьную интерпретацию непосредственно в процесс исследуемого приложения. Этот подход нам позволяет избежать накладных расходов на сохранение трассы, однако встраивание большого кода может влиять на работу самой исследуемой программы. Второй способ проведения символьной интерпретации, так называемый постмортум анализ, когда мы встраиваем небольшой код для сохранения трассы инструкций, и эту трассу инструкции мы уже потом символьно интерпретируем. Здесь у нас возникают накладные расходы на сохранение трассы, но зато сам инструментирующий код становится минимальным. Также существует метод, который объединяет преимущества этих двух подходов, и о нем вы узнаете чуточку позже. Не секрет, что символьное выполнение является ресурсоемким видом анализа, и сейчас я вам объясню, почему так происходит. Перед выполнением каждой машинной инструкции нам необходимо делать вызов нагруженной процедуры, которая и проводит символьную интерпретацию, в отличие от динамической бинарной инструментации, которая используется в файзинге. В файзинге нам достаточно на границах базовых блоков выполнить несколько машинных инструкций, которые обеспечивают нам сбор покрытия. Кроме того, в символьной интерпретации используется SMT Solver для решения полученных формул, и данное решение также является ресурсоемким видом анализа. Сейчас я расскажу вам об инструменте SIDR, который разрабатывается в SPRUN. Он позволяет нам проводить динамическую символьную интерпретацию. Этот инструмент объединяет в себе два подхода к символьной интерпретации. Здесь у нас символьное выполнение разделено на два процесса. В конкретном вычислителе у нас происходит динамическая бинарная инструментация. Мы каждую выполненную инструкцию через разделяемую память отправляем в процесс символьного вычислителя. Это нам позволяет уменьшить накладные расходы на сохранение трассы, и тем самым мы не сильно влияем на процесс исследования программы, так как символьная интерпретация происходит в отдельном процессе. Каждая выполненная инструкция машинная проверяется, зависит ли она от входных данных. Если она зависит, то мы ее символьно интерпретируем. Инструкция ветвления у нас обрабатывается специальным образом, то есть если это инструкция косвенной передачи управления, то мы строим потенциальные точки перехода для всех возможных адресов передачи управления. Затем для каждого потенциального перехода мы делаем слайсинг формул. Полученный набор формул у нас отправляется в решатель, чтобы получить новые входные данные и открыть новые интересные пути выполнения. Рассмотрим основные методы и возможности, реализованные в инструменте SIDR, которые позволяют производить динамическую символьную интерпретацию. Во-первых, это параллельное инвертирование условных переходов. Оно позволяет нам ускорить генерацию новых входных данных для расширения покрытия. Следующим интересным методом можно отметить это слайсинг формул. Он позволяет нам сократить и уточнить формулы, необходимые для генерации новых входных данных. Также у нас есть интересные предикаты безопасности, которые позволяют обнаруживать достаточно сложные виды ошибок. В частности, это деление на ноль, выход за границу буфера, а также интересный вид предикатов безопасности, который позволяет нам обнаруживать целочисленное переполнение, которое в свою очередь может приводить к переполнению буфера, что является достаточно критичной ошибкой в рамках безопасности. Способ оценки качества символьного выполнения — это измерение точности. Точность — это процент сгенерированных входных данных, которые действительно нас проводят через инвертированный условный переход в рамках того же пути. Если посмотреть на таблицу, то мы видим, что существует как и стопроцентная точность, так и есть отдельные выколотые случаи, где точность падает до 50%. Таким образом, метод с достаточно высокой точностью позволяет получать нам новые входные данные. Давайте вернемся к теме целочисленного переполнения. Вообще в бинарном коде целочисленное переполнение происходит достаточно часто, и важно разделять, когда целочисленное переполнение произошло в рамках ошибки, а когда это было в штатном режиме. Поэтому мы выделяем при анализе источник переполнения и место его проявления. В качестве мест проявления можно отметить условные переходы, где используется целочисленное переполненное значение и аргументы функций, таких как функция выделения памяти и функция копирования. Рассмотрим детектирование целочисленного переполнения на простом примере. Входные данные в виде размера у нас является символной переменной. Затем этот размер участвует в операции умножения, где может быть как раз таки произойти целочисленное переполнение. Это переполненное значение у нас может использоваться в функции выделения памяти. Таким образом, мы можем выделить буфер меньше, чем требуется. И в дальнейшем к этому буферу у нас будет происходить доступ, который выходит за границы этого буфера. Как работает чекер? Сначала мы детектируем ситуацию с переполнением, то есть обнаруживаем то самое умножение. Затем мы обнаруживаем, что переполненное значение используется в аргументах функции молок. Строим для всего этого соответствующий набор формул. Если у нас есть решение для этих формул, то мы получаем входные данные, которые позволяют нам задетектировать ошибку целочисленного переполнения. Сегодня мы познакомились с методами динамического символного выполнения, рассмотрели инструмент SIDR, а также узнали о работе типовых чекеров для поиска ошибок. Спасибо за внимание и до встречи на виртуальных курсах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!